Главные новости путинского балагана. Суд в Перми вынес приговор фигурантам дела о кукле Путина. Суд постановил назначить Шабарчину два года колонии взять под стражу в зале суда. Васильеву один год условного срока с одним годом испытательного. В ноябре 2018 года в Перми активисты установили в центре города чучело Путина с надписью «Лжец. Военный преступник. Пыня ВВ». В результате было возбуждено уголовное дело. Вы представляете себе два года колонии за простую куклу? Уважаемая думающая часть нашей страны, кто не хочет жить в концлагере, просьба помочь в распространении материала, поставить как можно больше лайков и подписаться на канал, чтобы все видели, что творится. Спасибо. Банный губернатор испугался рабочей забастовки, о которой два дня назад объявил протестующий в Хабаровске. Те, кто протестуют, пусть тогда они выдвинут несколько человек, кто в этот народный совет войдет, будет в диалоге с руководителем. Забастовка еще не началась, но уже пугает путинцев. Поэтому эта идея должна реализоваться в самые кратчайшие сроки. Трамп назвал Путина шахматистом мирового класса. Поставки «Газпрома» в Европу в 2020 году упали на 18%, а крупнейшему потребителю Германии даже на 25%. В то же время поставки в Европу американского жиженого газа выросли на 129%. Опять Путин всех переиграл. Если бы Остап узнал, что он играет в такие мудреные партии, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Лукашенко пригрозил протестующим реакцией России. Уже не знает, кого приплести и кем напугать. Россельхознадзор предложил конфисковать автомобили у водителей, которые возят санкционные товары. Скоро начнут отбирать холодильники, в которых санкционные продукты. Модель из Казани украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила 4 года. 22 миллиона наличными только в одном сейфе заурядного депутата. А сколько еще таких сейфов и нычек по стране и за ее пределами? Соловьев призвал не слушать пропагандистов. Рубит сук, на котором сидит. Лукашенко объявил о выборах после принятия новой конституции. Саша Кровавый решил тоже обнулиться, как Путин. Только вряд ли это уже его спасет. Путинская пропаганда на Параши-1, как всегда в своем репертуаре. Оказывается, у Польши и белорусских оппозиционеров есть тайный план. Восстановить государство Речь Посполитая, вернуть свои смоленские земли и возродить Великое Княжество Литовское до кучи. В дурдоме своя атмосфера. Лишь бы клиенты были рады услышанному. Сейчас в мире на третьем этапе клинических испытаний находятся 7 вакцин. Российская в их число не входит. Знаете почему? Потому что она не прошла еще даже второго этапа. Зато Путин на ней попиарился. Да это же главное. Глава комиссии по поправкам в Конституцию Клишас в декларации о доходах и имуществе указал дом в Швейцарии площадью 432 квадратных метра. Дорогие одобрятели путинских поправок, а какая недвижимость в Швейцарии есть у вас? Напишите в комментариях. Дома, квартиры, апартаменты. 28 депутатов Госдумы и сенаторов указали в декларациях зарубежную недвижимость. Практически все счастливые владельцы жилья – представители Единой России. А семью Фургала оставили без копейки. Все счета арестованы. Под арестом оказались два автомобиля – Toyota Land Cruiser и Lexus и денежные средства – 3 миллиона рублей и 2 тысячи долларов. Арест наложен как на деньги, изъятые во время обыска в доме Фургала, так и на те, что хранятся в банковском счете. Фургал выразил несогласие с таким решением. Со слов экс-губернатора, арестованные средства принадлежат его бывшей супруге Елене и предназначены для проживания и учебы сына Кирилла. Апелляционную жалобу Фургала суд оставил без удовлетворения. Лукашенко сегодня наградил силовиков, причастных к разгонам митингов в Белоруссии. Опубликован полный список всех награжденных – от руководителей МВД до водителей автозаков. Всего 25 страниц с фамилиями и должностями. Таким образом, Лукашенко не столько поблагодарил силовиков за службу, сколько обеспечил их полную преданность и готовность идти с ним до конца. С таким волчьим билетом они вряд ли решатся сложить погоны и выйти на улицу с флагом. Всего за безупречную службу было награждено 250 силовиков. После окончательного подсчета голосов на выборах объявили о победе Лукашенко с результатом 80% голосов. Белорусы с таким исходом не согласились и вышли протестовать на улице, свидетелями чего стал весь мир. Однако, как именно проходила фальсификация выборов, население понятия не имеет. Пролить свет на подтасовку голосов на условиях анонимности решились члены избиркомов Минска, участвующие в избирательном процессе и его контролирующие. Как рассказали председатели комиссии, понять, что результаты будут сфальсифицированы, можно было следующим образом. Фактическая численность избирателей не сходилась с цифрами, внесенными в протокол. Каждый день завышалось количество людей. Мертвые души, наличие подписи напротив фамилий умерших людей. Запрет на указание даты в документе, где расписываются о получении бюллетеня. Отсутствие подписи членов избиркомов не означает, что протокол будет недействительным. Подпись протокола осуществлялась в последний день после итогового подсчета. Присутствие на участках 5-6 зависимых наблюдателей. Несмотря на то, что досрочное голосование выявило перевес голосов в пользу Александра Лукашенко, основной день голосования ознаменовался победой Тихановской. Далее председатель вместе с секретарем совершили нехитрые манипуляции, и картина становилась прямо противоположной. Вот тебе, батька, и глубинный народ. Рабочие крупнейших государственных заводов скандируют «Уходи, и пора менять лысую резину». Но усатый узурпатор продолжает как мантру повторять свое «Под давлением не уйду, а пока вы меня не убьете, новых выборов не будет». Правда, в тот же день заявляет, что готов передать свои полномочия, но только после принятия новой конституции. Белорусский узурпатор также обмолвился, что у них с Путиным единое мнение в отношении протестов. Еще бы, лозунги «Пора менять лысую резину» – это же фактически угроза для устойчивости и путинского режима в том числе. Белорусы продемонстрировали другую сторону протеста. Участники белорусских митингов, которых Лукашенко окрестил безработными обкуренными овцами, доказали, что ничего общего с этим описанием не имеют. Несмотря на жестокость силовиков, многие протестующие показывают себя с лучшей стороны, делятся едой и водой друг с другом, убирают мусор, снимают обувь, прежде чем забраться на лавки и авто, не допускают провокации и даже помогают регулировать движение на дорогах. Некоторые, находясь на митингах, пытаются растопить сердца правоохранителей, обнимают их и просят не применять насилие. Культурное поведение граждан Беларуси вызвало широкую реакцию соцсетей. Белорусские митинги – единственные митинги в мире, после которых становится чище, чем до митинга. Как нужно было довести настолько миролюбивый и дружелюбный народ? Сказать что-то про массовые беспорядки – язык не поворачивается. В Беларуси остановлены плавильные печи белорусского металлургического завода «БМЗ» и прекращена выдача руды на шахтах «Беларусь-Калия». Работники предприятия бастуют, требуя отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Также они настаивают на расформировании ОМОНа и привлечении к ответственности тех, кто превысил полномочия во время избирательной кампании. Работники пообещали приостановить производство на неопределенный срок, пока не будут выполнены их требования. На данный момент собрано около тысячи подписей. Всего на заводе насчитывается 16 300 сотрудников. Белорусский подполковник милиции рассказал, как их готовили к противостоянию с народом. Была такая идеология. Если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будет вешать на суках у дороги. Потому эту власть надо защищать любыми средствами и способами. Начинается реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел. В Европарламенте объявили Лукашенко персоной нон-грата и признали победу Светланы Тихановской. Исполненное Лукашенко хождение в народ к рабочим на завод привело к обратному результату. Демонстрация народности не состоялась. Лукашенко показал, что не способен понимать людей, разговаривать с ними. Диктатор продемонстрировал, кто он есть на самом деле. Злобный, лживый, трусливый, опасный тип, от которого исходит тяжелый запах уголовщины. Смотришь на него и понимаешь, что это не паразит, а пахан, для которого дать приказ убивать, избивать, калечить, сажать – обычное дело. Разоблачителен эпизод, когда Лукашенко в окружении толпы охранников-мордоворотов подходит к рабочему, уверяя, что он здесь один против всех. Угрозы окружающим, разберемся жестоко. Его заявление, что он Лукашенко, не будет избивать рабочего – переход на тыканье. И рабочий, который переиграл Лукашенко, быстро, удивленно и насмешливо ответив на его заявление, что тот его не будет избивать, да вы что. Диктатор это понял, сорвался и заорал – отпусти телефон. Какой образ? Даже и в толпу, которую согнали по приказу Лукашенко в Минск, демонстрировать ему поддержку, такой типаж не вписывается. Зато его легко представить рядом с избивающими безоружных людей бандитами в форме или в пыточной на Окрестина, или отдающим приказ разбираться жестоко. Там он, Лукашенко, среди своих, как рыба в воде, плавая и шевеля хвостом в помутневшей от крови жидкости, тараща рыбьи глаза. Образ народного батьки, спасающего свой народ от напастей, с походом Лукашенко на завод окончательно исчез. На страну глянула из-под слетевшей маски бандитское мурло. Главный урок событий в Беларуси для российского воровского режима – явление на политическую сцену народа. Туда, где верхушка обделывала свои делишки, на троне, вокруг него, среди бандитов в форме, без формы, в халатах и шлепанцах, судейских, прокурорских, бизнес-друзей и прочего людо, вдруг, неожиданно, вступили твердым шагом митингующие и, что самое неприятное для верхушки, забастовочные массы. Это не просто явление народа, это рождение народа. Рождение народа, как главной политической силы. Вся властная вертикаль Лукашенко сегодня пребывает в мучительном состоянии, пытается уговаривать людей не бастовать, неумело старается отвечать на вопросы тысяч собравшихся и не находит понимания. Во всем этом видно одно – они не понимают, что страна необратимо изменилась. Возврата к старому, к народцу, быдлу, овцам уже не будет. Можно только переходить на сторону народа, соглашаться с его справедливыми требованиями и начинать жить по-новому. Сходный процесс пока локально имеет место в России. В Хабаровском крае уже больше месяца все центральное и местное начальство пребывает в ступоре, не понимает, что делать и лишь пассивно ждут, когда все само собой разойдется, и заживут они, как в былые времена. Не разойдется, перейдет в другую протестную форму и взорвется позже, как под Лукашенко взорвалась сегодня гневом страна. Кроме того, месяц вся Россия смотрит на Хабаровск и учится. Видит, что начальство слабое, тупое, инертное, не умеющее разрешить простой задачи. Это тоже не пройдет просто так. Когда полыхнет, как в Хабаровске, по всем большим и малым городам России, что будут делать те, кто привык быть на сцене один и решать вопросы с такими же, как он сам? Кто и о чем будет разговаривать с массами? Когда и в России террор полицаев и ФСБшников не поможет? Некому, не о чем. Когда в Беларуси и Хабаровске пришло время разговаривать с народом, те, кто рисовал себе большие проценты на выборах, сгонял митинги принудиловки, уверял, что народ за них оказались совершенно неспособными понять, что их время ушло, народ не с ними и лучшее, что они могут сделать, уйти со сцены, не устраивать драк. Впрочем, теперь уже так не получится. Будут мягко выводить упирающихся сквозь проходы, заставят очистить помещение.